Всем привет, я Радумэт, и это мой тег. Слишком много информации обо мне. Я сейчас выхожу из дома, мне нужно сходить по делам, я решила по пути снимать вам видео. И первый вопрос, что на мне одета? На мне одета шляпа из H&M, рубашка из H&M, бойфренд из H&M, сумочка из Forever 21 и обувь из Zara. Очень такой простецкий вид, я его уже одевала несколько раз, он мне очень нравится. Мне все равно, что я его уже одевала. Мой рост, который меня так часто спрашивают, честно мой рост вроде бы 167. Я не знаю, это странно, что на каждых измерителях по-разному показывается рост, то 165, то 167, и не поймешь, есть ужас, что вынести вверх, что ли. Мой вес, самый двигающий. Я не знаю, я не слежу своим весом. Я перестала слежить своим весом, потому что килограммы не показывают ничего абсолютно. Ваши мышцы тоже могут весить достаточно много килограмм. И на спортсменов посмотреть, они весят много, хотя выглядят отлично. Так что где-то больше 53 в том районе. Но я не знаю, мне все равно. Я смотрю в зеркало, и это главное предъявить весит. О, нормик. Класс, я даже не знала. Это прикольно. Моя любимая звездная пара, это Джелина Делибра Пит. Я думаю, у всех так. Но еще мне очень нравится Виктория Байфома. Это мой любимый сериал. Любимого сериала нет, потому что я не смотрю сериалы. Мне нет на это времени. Это марафон, заезд в полном разгаре. Я надеюсь, что меня слышат. Следующий вопрос. Есть ли что-то, кто меня очень замечает? Конечно, есть. Это моя семья и мои друзья в Казахстане. Моя любимая фраза, это такая цитата на английском языке. То, что, be who you are and say what you want, because those who matter don't mind, and those who might don't matter. Если перевести эту фразу, у нас простая игра слов, потому что слова имеют по два значения, но если перевести на русский, то это будет примерно, будь собой, говори, что ты хочешь, потому что те, кто будут возражать, не важны, а те, кто важны, не будут возражать. Ну, любимый актер? Я просто очень люблю все фильмы. Сейчас я Леонардо Ди Каприо. Любимый цвет? Я люблю все оттенки серого. Нет, не из-за этого, просто я люблю серый цвет, правда, я люблю цвет, особенно темный, оттенки серого и черный цвет. Еще люблю бирюзовый. Иногда фиолетовый, но это под настроение. Громкая или тихая музыка? Я лично не возражаю и против любой музыки вообще. Громкая или тихая музыка приносит мне удовольствие, когда я слушаю ее, ну, как бы, музыку, которую я люблю, и зависит от ситуации. Я ищу в магазин, не могу его найти, ну, ладно, придется еще один круг намотать. Следующий вопрос. Куда я иду, когда мне грустно? В качалку. Ну, на спорт какой-нибудь, еду заниматься спортом. Это очень помогает, у тебя отличный антидепрессант. Лучший способ, когда ты занимаешься спортом, у тебя как будто голова очищается и решение всех проблем приходит сразу. Всем советую. Можем помедитировать еще, но я считаю, что спорт лучшая вакцина от всего. Следующий вопрос. Это как долго я собираюсь по утра? Сам процесс сборов занимает очень малое время, но я обычно стою пораньше утра, чтобы приготовить обед брату, в себе собрать школу и домашку доделать, которую не успела вечно делать. Потому что я поздно уже спать и думаю, что на свежую голову лучше делать домашку, которую я не успела доделать ночью. Качество, которое я ищу в людях, это открытость, просто души, себестремленность. Безкомплексность. Когда человек может быть сумасшедший вместе со мной, потому что я не знаю, что сумасшедший. Мне очень важно, чтобы человек был, имел способность сходить с ума на улице и не париться о том, что искажут другие. Что меня отталкивает в людях, это неумение постигать за свои слова, когда слова не соответствуют поступкам, когда человек очень много льстит и врет. Не искренние люди, лицемерные люди. Я сама лично считаю, что нет плохих людей, что все люди хорошие, просто есть люди, которые сбились с правильного пути. И каждый человек может измениться и изменить себя, своих характеров, по-новому, возможно, изменить, если поцараться, если помогут другие люди, если поможет тепло и доброта. Я уже столько хожу и тут не могу найти магазин, который мне нужен. Блин, может отсутствовать, сейчас пробую другую сторону пойти. Следующий вопрос с причиной моей регистрации в YouTube. Ну, меня давно уже на аске просили стать видео-блогерами, у меня тоже была такая задумка, но я, наверное, не хотела. Может, ничего-то не хватало, какого-то драйва. Ну, смотрите. Видно, хо. Сейчас я просто поняла, что есть очень много информации, с которой я хочу с вами поделиться. И просто словесно ее всю не вместишь. Поэтому я думаю, что видео самый лучший вариант, тем более, когда все визуально, то по-другому воспринимается. Мне нравится это делать. Мне нравится с вами делиться каким-то своим советом, каким-то своим опытом, потому что я думаю, что у меня достаточно опытный человек в многих сферах, которые сейчас интересуют многих людей, подростков особенно. И я буду рада помочь, чтобы вы не совершали ошибок, которые не совершила я в этом своем время. Тайхи мои. Я боюсь. Акул очень. Мне всегда кажется, что я где-нибудь плаву, когда в озере, даже просто боровом, в щучьем озере плаву. Мне кажется, что у меня акула тяпнет за ногу. Хотя, откуда они там возьмутся. Когда я последний раз говорила кому-то, что я люблю, это сегодня утром. Я говорила маме, что я ее очень люблю. И о серии. Мы с ней по скайпу говорили. Значение моего имени на YouTube. И родмат. Я, пожалуй, разделю на две части. Как вообще я пришла с этим именем. Какому-то что? Ух, кляпа! Когда мы пишем его, и он тут вообще маска написал, что у родмат. А я не вершу. Я вершу веки себе какими. Потому что арак. Ред. Это с английского. Не через е, не таки как красные. А через а, рад. Это значит радикальный, меняющий. И я считаю, что это подходит ко мне. Мат. Это или сокращение моего имени, или безумное, сумасбродное. Тоже подходит ко мне. Вот получилась радмат. Реднет. Мне кажется, круто получилось. Последний человек, с которым я говорила, это Рамин. Последний человек, с которым я переписывалась, это Жанна. Какие отношения меня с ним связывают? Ну, лучше друзья. Моя любимая еля. Это будет, пожалуй, кали. Кейл на английском. Это такая травка, водоросли. Я не знаю, цветка, как что-то между листьями салата и водоросли. Нет, это так вкусно. Я могу это много. Могу есть и шпинат тоже. Ужавый шпинат. Очень люблю цветную капусту, особенно в запеченном виде. Брюссельскую капусту в запеченном виде. Очень люблю виноград. Большой. Зеленый. Люблю бананы замороженные. Попробуйте заморозить бананы. Даже можно их в блендере не перемалывать. Просто замороженные бананы поешьте. Это самое лучшее мороженое. Даже вкус другой приобретается. Все, я вспомнила мою самую-самую любимую еду. Это нут. Как же это на русском будет-то? В общем, такие турецкие... Турецкий горох, кажется, называется. Это очень-очень вкусно. Очень. Здесь все называется горбанзо, бинз. Бобы горбанзо. Если бы я выбрала один продукт, который есть до конца своей жизни, я бы выбрала этот нут. Схожу сама по песням The Weeknd и Дрейка. Кстати, вот пока я в магазине. Вот эти вот бобы, мои самые любимые. Тут даже и все время у них есть. Утром, в обед, на ужин. Последний раз, когда я оттягивалась беззамином, может быть, у вас другие понятия оттягивания, но для меня лично лучшим оттягиванием. Это было неделю назад, когда мы сидели беззамин на крыше, под дождем пели песни. Это было очень мило. Уютненько. И да, на мне сейчас нет вообще никакого макияжа. Только брови подкрашенные. И такая вот я. И все красе, со всеми своими щеками наружу. У меня очень большие щеки и большое лицо. Я этого не не скрываю. Я это люблю. Это моя особенность. Я думаю, что это было крупным планом в течение своего видео. Ставьте лайк, если вам нравится смотреть на мои щекастое лицо. Также ставьте лайк, если вы узнали. Достаточно информации обо мне. Если вы хотите узнать что-то еще, напишите в комментарии. Может быть, я сделала вторую часть. Чего-либо подобного. Узнавая друга по чуть-чуть. Видео, думаю, получится интересным. Надеюсь на это. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на меня. У меня еще для вас очень-очень много сюрпризов. Я каждый день снимаю видео и стараюсь по максимуму обрабатывать и постепенно все выкладывать. Пока. До новых встреч. Всех люблю. Всем добра. Не забывайте улыбаться и радоваться каждому дню, потому что жизнь прекрасна.